И так, всем привет, мы продолжаем проходить игрушку Warrior 44 Ultimate. На очереди у нас очередная миссия за фронт Мачао. Мы все еще преследуем Киомори. Мы еще ему не наваляли. Посамать, не балуйся. Короче, тут рассказывают, что благодаря действиям армии сопротивления удалось прервать церемонию Киомори Тайры, которую он в Анагаве проводил. Но при этом сам он, конечно же, сбежал. Однако, благодаря новым союзникам, в частности Цо Ци, удалось быстро вычислить, где он находится. Куда он, собственно, сбежал-то. Собственно, он в Динджуне. Динджун. Ну да, Динджун. Сидит. Именно там, соответственно, мы туда и отправляемся. И тут он Мачао радуется. Говорит, наконец-то мы сможем надавать Киомори по рогам. Во имя справедливости, чести, достоинства и все такое. Тем более, они считают, что Киомори сейчас ослабленный. После поражения при Анагаве-то. Поэтому думают, что очень-очень просто смогут его одолеть. Ну, а у Чоу Тая свои, собственно, заморочки. Он хочет Сунь-Юаня спасти. Нет. Да. Сунь-Юаня. Сунь-Юаня, да. Или Сунь-Кван. Нет, он Сунь-Кван. Очень-очень. Или Сунь-Юаня. Ну да, Сунь-Юаня, конечно же. Сунь-Юаня-то этот. Старший брат Сунь-Ц или младший брат Сунь-Ц. Короче, брат Сунь-Ц. Так, ну, Мачао говорит, надо разрушить черную магию Киомори. Вперёд, и все побежали. Тут же Конога Цука говорит, что вроде как тут ещё есть люди, которые борются с демонами. Надо бы им помочь. Ну что ж. Раз НАТА, значит НАТА. Тут у нас есть Соу Ци, который крут. Тут у нас есть Соу Тай, который тоже крут. И тут у нас есть... Как уж его зовут, Калина? Я не помню, честное слово. В общем, ещё один самурай, который не крут. И тут Сунь-Юаня-Кон есть ещё, конечно же, куда же без него. В общем, смысл-то в чём? Смысл в том, что люди, которым мы сейчас идём на помощь, это не кто-то иные, как французская армия средневековая во главе с Жанной Дарк. В нашу игру прибыла Жанна Дарк. Зашибись. На этом можно было бы прохождение выключить и забыть об этой игре, как о страшном смене, но... Мне даже стало ещё более интересно, чем весь этот бардак закончится. И, как интересно, Жанне Дарк помогает Могой Кисайко. Тот самый всем нам известный мужик с хлебной фамилией. Идём на помощь, так называешься. Чём мне не нравится? Вот эта карта конкретно, она не понравилась. Приходится спиральки, блин, нарезать. Сейчас мы идём вокруг этой горы. Потом будем спускаться вокруг этой горы, потом будем подниматься на другую гонку. Тоже по спиральке. Мы ещё блесенку сделаем, а? Ну, чё, Утай, конечно же, солнце рулит своими мусоу-атаками, сбивает офицеров с одного удара с этими самыми мусоу-атаками, и это хорошо. Я тут, кстати, вчера, по-моему, вчера спрашивали, почему я не использую комбо-атаки у персонажей. Ну, во-первых, я их использую, а они просто не очень заметны. Во-вторых, от них урона, в принципе, столько же, сколько от обычных. Ну, может быть, там, на несколько, там, процентов, на несколько очков хп больше буду отнимать, но при этом больше надо на кнопки нажимать зачем. Так, ну, мы, в общем-то, защитили Жанну, она очень сильно этим делом обрадованная. Спасибо, что пришли, говорит, располагайтесь как дома. Вот вам враги, можете их убивать. Я гостеприимная сегодня. И мы бежали-то спасти Магойти Сайку, а он, собственно, фонар. И да, как, в принципе, это уже стало традицией в этой игре, если во время сюжетной миссии персонаж погибает какой-нибудь, значит, нас ждет редукс, где мы можем этого персонажа спасти. И могу сказать, ну, тоже, спасибо. Ну, Жан Дарк только что радовалась, теперь расстраивается, говорит, какой какой хороший человек, как я могла так ошибиться. То есть смысл-то в чем? Смысл в том, тут, в принципе, не рассказывается, но я потом уже, в общем-то, по их разговорам после этой миссии понял, что когда-то они смогли, то есть Сержан Дарк, когда только-только прибыла, она прибыла, ну, в наш мир попала, в этот конкретный мир попала. Она напоролась сразу же на, как бы, отряд, на войско под предводительством Могойки Сайка. И, конечно же, как и любой нормальный человек, когда попадает в непонятную ситуацию, она сочла его врагом и начала с ним драться. Соответственно, перебила очень много его воинов. Прежде чем они смогли понять, что они, в общем-то, друг-друг не враги. Иначе действует сообща. Но именно благодаря тому, что она уничтожила кучу его воинов, здесь вот конкретно он не выстоял. В этой конкретной миссии. И вот теперь она себя корит, что если бы я не стал с ним драться, если бы у него было больше войск, то все бы могло сложиться по-другому. Наверное. Будем надеяться, что так оно и случится. Так, сейчас мы возвращаемся, потому что, ну, потому что всех мы убили. Как бы типа того, что... Тут Катарафума еще где-то нарисовался, как всегда. По сюжету почему-то он не открывается, нифига. Надо будет еще искать его. В какой миссии открывается Катарафума? Не так, чтобы он мне нужен был. Он мне вообще не нужен. Но все-таки желательно было открыть. А... Все равно придется все. Вот, понимаю. Почему наверняка кто-то проходил утром, я не знаю, блин. Те, кто не проходил, и не надо себе голову забивать. Ненужной информацией, почему надо всех открывать. Это сюрприз будет. Так, тут я смотрю, где вообще кто находится. Куда мне стоит бежать. Кого мне стоит защитить. Кого мне стоит убить. В первую очередь. В общем, все у нас тут нормально. Наша позиция крепка. А значит, можно чуть-чуть развлечься и побегать по тем полководцам, которые поддельно стоят, скучают. Ага, Сунюкон опять нарисовался. Ну, пусть-пусть. Так. Жанна начала тут биться с Сунем Уконом. А мы меж тем ввелаем еще одного колодца вражеского. И спа на дороге не валяются. Нет, ну мне тут главное, конечно, вот при прохождении этих миссий не сама Экспа, а геммы, которые дают прокачку и покупку оружия. Потому что уже начиная с третьей главы, я понял, что не только как бы типа того, что нужно прокачивать уровни персонажем, но и покупать им хорошие пушки. Иначе там буду... В некоторых местах я там по полчаса ковырял вражеских полководцах, потому что у меня хоть и был неплохо прокачанный перц, но при этом у него была пушка первого уровня и очень-очень долго его кромсал. То есть там будут у меня некоторые миссии, которые можно было пройти где-то минут за десять, но я их проходил по полчаса, именно потому что вражины очень жирные были. В плане того, что их бьешь, 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 они, сука, не подыхают. Тут же был интересный разговор между Жанной Дарк и Суню Коном. Суню Кон задавался вопросом, почему на Жанну не действует заклинание колдовства, а потому что она очень религиозная была. Те, кто, может быть, знают историю, касательно Жанны Дарк в частности, знают, что она... Очень-очень была религиозная, просто без молитвы в туалет не ходила даже. Так, так, так. Вот тут у нас. В общем, она только что сказала, что она как раз-таки активно молится Богу, наверное, потому что наш... То есть, кстати, и локализаторы, и, собственно, сами разработчики слукавили. То есть, факт тот, что она сказала, что у меня, как бы, мой сильный дух способен победить все. Но это не совсем правильно, потому что на что и Цоу Цирк сказал, твои слова так же чужды нам, как и ты сама. Фактически, она наверняка сказала в оригинале, что молитва Господу нашему Иисусу Христу, ну, поскольку она католична, Господу нашему Иисусу Христу помогает ей преодолеть любые испытания. Поэтому Цоу Цирк задался справедливым вопросом, кто такой лучший Иисусу Христу. В те времена они о нем не знали. И часто не очень почитают, в частности, китаец-то, да и японцы тоже. Соответственно, здесь первоначальный, понятное дело, перевод был, в смысле, разговор был другим. Ну, потом решено было не гневить православных и католических христиан, которые, возможно, будут в эту игру играть. А также тех, кто вообще Иисус Христу не признает, таких тоже полно. Решено было в религиозный вопрос не лезть. И зря я, наверное, полез в эти религиозные вопросы. Хотя, я к религии отношусь как к чему-то сугубу личному. Каждый может молиться тому, кому захудут. Но при этом лучше бы других в свою религию не втягивать. И не навязывать в свою религиозную. Что вот эта религия хороша, а эта плоха. Так, ну и тут мы с Ауреном повстречались. Что-то я все-таки нашелся, лупсы. Да, это вот как раз пока я тут пролили... Пролилигию-то ля-лякал. Освободил его от заклятия. Ну, путем всем нам известного, да. Выстучи по башке, и ему полегчает. А что? Сунь, звань, когда очнулся, говорит, Солтай, прикончи меня. Но Солтай сказал нет. Я не буду тебя. Убивать. Потерпи чуть-чуть. И все будет нормально. Наверное. После войны с Игид поговорим. Какой-то, ну тут много народов. Давай-давай. Так, ну тут Канекатсугу с Жаной Дарк разговаривает по поводу того, что ты как можешь. Ну, то же самое, в общем-то, и говорит, что и до этого говорили о том, что она прямо не подвержена этой магии Киамори. Киамори. Это, кстати, от своих офигенной праведности. Что она сказала, я вообще не понимаю, о чем вы. Я просто сильно духом. Понятное дело, опять. И мы победили Киамори. Киамори тут хотел задвинуть какую-то речь, но при этом потом сказал, что вы опять не видите общую картину, вы уже проиграли и все такое. Ну, все радуются, что мы сделали еще один важный шаг на пути освобождения людей от заклятия. Да-да-да. Тут, конечно, в общем и целом все говорят о том, что какая же сволоча таки Амори, что она смогла их, в общем-то, заколдовать. И надо присоединиться к нашему бравому делу и для того, чтобы не допустить, чтобы у кого-то такое, чтобы с кем-то такая же неприятность случилась и освободить с тем, с кем уже случилось. Освободить тех, с кем уже случилось. Ну и вот тут Жанна Дарк, в общем и целом, говорит о том, что она готова присоединиться к нам и хочет спасти Могойте Сайку. В общем, как-то так. А Могойте Сайку мы будем, собственно, освобождать уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, всем пока.